Теперь по утрам она никуда не спешит. Фрауке Хансен вышла на пенсию несколько лет назад. Без малого четыре десятилетия она лечила людей. Через руки опытного физиотерапевта прошли за эти годы тысячи пациентов. Она запомнила многих, но особенно одного. Лет пять или шесть назад я проводила курс послеоперационной реабилитации для интеллигентного мужчины с солидного возраста. Когда через несколько месяцев успешных занятий нужно было прощаться, он зашел ко мне в кабинет и сказал, «Я знаю, фрау Хансен, кто ваш отец. Он предатель». Во время войны полковник Георг Александр Хансен был одним из руководителей немецкой военной разведки Абвера и одновременно членом группы заговорщиков, планировавших покушение на Гитлера, которое 20 июля 1944 года совершил Клаус фон Штауфенберг. Взрывчатка для бомб оказалась у Штауфенберга благодаря Хансену. Хансен получил ее под предлогом проверки и анализа Абвером британских трофейных боеприпасов. Это было последнее покушение на фюрера, но далеко не первое. Когда в конце 30-х большинство жителей европейских стран еще даже и не задумывались над тем, кто такой Адольф Гитлер на самом деле, некоторые в Германии уже не сомневались в том, что фюрер – абсолютное зло. С началом Второй мировой у этих немногих отпали последние сомнения. История покушений на Адольфа Гитлера и активной фазы противостояния нацистскому режиму в целом началась в Германии 8 ноября 1939-го, когда антифашист Георг Эльзер попытался взорвать фюрера в Мюнхенской пивной. Тогда погибли 8 человек, но Гитлер покинул место покушения еще до взрыва. А меньше чем через год в него должен был стрелять подполковник вермахта Ханс Александр фон Фосс. Летом 1940-го мой отец служил в Париже, в штабе у генерал-фельдмаршала Эрвина фон Витцлебена, одного из самых решительных и последовательных противников Гитлера и его режима. У Витцлебена с моим отцом сложились очень доверительные отношения. Главным доказательством такого глубокого доверия к отцу и еще нескольким офицерам штаба, разделявшим взгляды Витцлебена, может служить тот факт, что они вместе планировали покушение на фюрера. Идейным вдохновителем был Витцлебен. Исполнителем должен был стать мой отец. Гитлер побывал в Париже всего один раз, буквально несколько часов сразу после того, как части вермахта заняли город. И через некоторое время планировал прилететь снова для того, чтобы принять парад. Именно тогда отец и должен был в него стрелять. Но Гитлер отменил визит. В Германии существовали разные формы противостояния нацистскому режиму. Среди участников сопротивления были не только представители военной элиты, но и, скажем так, самые обычные, простые люди. Студенты, рабочие, экономисты, юристы. Самая известная антифашистская организация, в начале 40-х действовавшая не только в Германии, но и в других странах Европы, получила название «Красная капелла». Это название, которое дали гестапо и Абвер целой сети антифашистских групп, работавших на территории оккупированной Европы на советскую военную разведку. Подпольщики с помощью радиопередатчиков направляли русским информацию о состоянии дел в немецком тылу. На языке спецслужб радисты, работавшие с клавиатурой, назывались тогда пианистами. Поскольку таких было много, их объединили общим музыкальным термином – капелла. Ну а с красным цветом все понятно. Это цвет коммунизма. Группы, работавшие в Париже и Брюсселе, находились под непосредственным контролем советского ГРУ. В Берлине сложилась несколько другая ситуация. Контактов с советской разведкой почти не было. Берлинцы работали на свой страх и риск, фактически вслепую. Активными членами Красной Капеллы были родители Ханса Коппи. Его отца тоже звали Хансом, а мать Хильдой. Коппи-младший не помнит их. Он знаком с родителями только по фотографиям. Когда Ханс появился на свет, отца уже не было в живых, а мать казнили через полгода после его рождения. В конце апреля 1941-го, примерно за 8 недель до нападения Германии на СССР, из Москвы в Берлин отправили две рации. И Арвид Харнак, работавший на советскую разведку, должен был найти радиста или радистов. Сначала он предложил передавать шифровки в Москву руководителю подпольной антифашистской группы Харро Шульце Бойзене. Но поскольку тот был офицером главного штаба Люфтваффе, он не мог этим заниматься. Шульце Бойзен приехал к моему отцу и попросил его стать радистом. Отец, конечно, был совсем не готов к этому. Он работал простым токарем и не умел обращаться с радиопередатчиком. И все-таки в итоге было принято решение, что он попробует. Отец приступил к работе. Но сколько он не пытался выйти на связь с Москвой, поймать станцию приема никак не мог. А это нужно было сделать обязательно. Немецкая Красная Капелла пыталась донести до представителей советского посольства в Берлине информацию об активном передвижении войск вермахта еще до начала войны. Но, как известно, Сталин и Берия этим сообщениям не поверили, назвав их дезинформацией. Берлинцы были готовы передавать шифровки и после начала войны. Но единственное сообщение, которое получили в Москве, звучало так. Тысячи приветов всем друзьям. Оно было отправлено 17 июня 41-го. Да, в начале 90-х я был в Москве и пытался в архивах найти хоть какую-то информацию о радиограммах, отправленных в 41-м из Берлина. Но, скорее всего, это передал не мой отец, а еще сам Шульцебойзен, который учился в летной школе работать с рациями. А отец так и не смог достучаться до Москвы. Это все, что можно отнести к попыткам шпионажа Красной Капеллы на территории Германии. А дальше они в основном занимались антифашистской пропагандой, пытались воздействовать на население с помощью листовок, помогали евреям и тем, кого пригнали в Германию на принудительные работы. В мае 42-го в Берлине открылась огромная пропагандистская выставка «Советский рай», которую посетили сотни тысяч человек. И вот там Красная Капелла провела одну из своих самых известных акций. Целью выставки было развеять сомнения людей в правильности войны с Россией, потому что такие сомнения уже имели место. К концу 41-го на Восточном фронте погибло более 750 тысяч немецких солдат. И тогда мой отец с товарищами решили расклеить на улицах листовки, на которых было написано «Постоянная выставка «Нацистский рай». Война, голод, ложь гестапо. Сколько еще?» Листовок напечатали около тысячи. И в ночь с воскресенья на понедельник, точнее рано утром, по дороге на работу подпольщики расклеили эти листовки в разных районах города. Это сделала группа, состоявшая примерно из 20 человек – мужчин и женщин. Там были и мои родители. Отсюда до берлинского аэропорта Тегель каких-нибудь 2 километра. 70 лет назад аэропорта еще не было, а эти небольшие земельные участки в черте города уже были. Здесь, в деревянных домиках, зачастую построенных на скорую руку, жили люди, у которых не было возможности иметь или снимать жилье в большом каменном Берлине. Этот домик с тех пор перестраивался много раз. Но одно в нем, а вернее на нем, остается неизменным вот уже 60 лет. Памятная табличка, на которой написано «Здесь жили Ганс и Хильда Копи». Их арестовали в один день, несмотря на то, что Ханс и Хильда находились в нескольких сотнях километров друг от друга. За три дня до этого Ханс и Копи-старшего отправили в военный учебный лагерь в Польшу. Оттуда он должен был поехать на фронт. По параллельной дорогам к участку подъехали два черных автомобиля. Беременную мною мать забрали отсюда, а потом одна из машин поехала в польский Шрим за отцом. Там его и арестовали. В Берлине за участие в деятельности Красной Капеллы были казнены 33 человека. Эти события происходили уже осенью 42-го, когда, разочаровавшись в Гитлере, в рядах немецкого сопротивления оказались и некоторые из тех, кто сначала поддержал приход к власти нацистов. В первой половине 30-х многие представители древних и славных прусских фамилий расценивали Гитлера как человека, способного вернуть аристократии власть и деньги, которые она потеряла во времена Веймарской республики. Кроме того, они надеялись, что он выведет Германию из экономического кризиса. У родителей моей матери был большой замок и много земли, и она мне рассказывала, что в их кругу невысоко ценились способности Гитлера как политика и лидера нации. Он просто не соответствовал аристократическим представлениям о власти. Но говорили так, пусть выведет страну из кризиса, а там мы его поменяем. А потом просто оказалось поздно. Искусствовед Штефан фон Даршуленбург приходится внучатым племянником, графу Вернеру фон Даршуленбургу, послу Третьего Рейха в СССР. Отец Штефана, рано потерявший своего отца, имел очень теплые отношения с родным дядей и часто гостил у него в Москве. В Москве к послу фон Даршуленбургу относились с большим уважением. У него были достаточно тесные контакты не только с советскими коллегами-дипломатами, но и лично со Сталином. Он после Первой мировой несколько лет работал в Тифлисе и мог немного говорить на родном для Сталина языке. Сталин это ценил. Мой отец рассказывал мне, что когда он вместе с братом был в Москве, у дяди в гостях, они втроем играли в карты по вечерам, допоздна. А потом иногда посол говорил, теперь мальчики спать, а мне еще надо к Сталину. Такие ночные встречи, насколько мне известно, были нередкими. Шуленбург был одним из инициаторов германо-советского политического сближения в 1939-м и сторонником курса Отто фон Бисмарка, который считал, что двумя самыми большими ошибками Германии могут стать война на два фронта и война с Россией. Конечно, мой двоюродный дед имел самое непосредственное отношение к пакту Молотова-Риббентропа, по которому Германия и Советский Союз разделили Польшу. Но фондер Шуленбург надеялся, что этот шаг позволит избежать войны между двумя самыми мощными странами Европы. Он знал, что нападение на СССР не может быть успешным. Еще за много месяцев до начала войны он в очередной раз имел разговор с Гитлером и еще раз объяснил ему, как человек, который хорошо знал Советский Союз, что войну невозможно будет выиграть. Гитлер ему ответил, «Граф Шуленбург, я не планирую войны против России». Естественно, оба знали, что это неправда. И вот эта неправда для Шуленбурга, как для, в общем-то, лояльного государственного служащего высокого ранга, стала началом сомнений в правильности выбранного руководством Германии пути развития. В 1944-м Вернер фон дер Шуленбург был уже одним из активных участников заговора против Гитлера. Если бы запланированная заговорщиками операция «Валькирия» прошла успешно, и к власти в Германии пришло бы новое правительство, граф Шуленбург занял бы в нем пост министра иностранных дел. Министерство внутренних дел должен был бы возглавить другой Шуленбург, да и не родственник бывшего посла. Фрица Дитлефа фон дер Шуленбурга называли «красным графом». Моего деда прозвали «красным графом», поскольку он был сторонником социальных и социалистических реформ, в частности земельной реформы, несмотря на то, что происходил из очень древнего и известного прусского аристократического рода. От большевизма он дистанцировался, а вот к национал-социалистам сначала был достаточно близок. В 1932-м он вступил в НСДАП, потому что был уверен, что Гитлер выбирает правильный путь для Германии. Но уже в конце 30-х дед стал противником нацизма. За несколько лет он успел разглядеть сущность режима и вышел из партии. Окончательно его взгляды сформировались уже во время войны с Советским Союзом. Он был на Восточном фронте, познал весь ужас этой бойни и понял, что только уничтожение фюрера может вернуть Германию в рамки правового государства. Граф Клаус Шенк фон Штауфенберг тоже сначала приветствовал приход к власти в Германии Гитлера, а потом стал одним из разработчиков плана «Валькирия», в соответствии с которым фюрера нужно было устранить физически, а верхушку НСДАП и СС отстранить от власти. История подготовки к самому известному покушению на Гитлера уходит корнями в год 1942-й. Клаус фон Штауфенберг разочаровался в национал-социализме в начале 1942-го года, прежде всего из-за преступной агрессивной военной политики Гитлера, а также из-за преследования и уничтожения евреев. Он пытался убедить некоторых генералов вермахта предпринять активные действия против существовавшей в Германии диктатуры. Но эти попытки не увенчались успехом. В апреле 1943-го Штауфенберг был тяжело ранен в Северной Африке, а в сентябре после лечения приехал в Берлин. С этого момента он, генералы фон Тресков и Ольбрехт и группа других офицеров, по сути, и разрабатывали план физического устранения фюрера. Развалины, покрытые мхом – вот все, что осталось от некогда грозного волчьего логова. Когда-то главная военная ставка Гитлера представляла собой комплекс из более чем 80 бункеров и укрепленных строений на территории в 250 гектаров, в глухом труднодоступном лесу среди Мазурских болот и озер. Тавку защищали заграждения из колючей проволоки, минные поля, пулеметные и зенитные позиции. Во время войны с Советским Союзом Гитлер провел в Волчьем логове более 800 дней. Отсюда он руководил нападением на СССР и ведением боевых действий на Восточном фронте. Здесь же 20 июля 1944 года должно было состояться совещание с участием фюрера. Один из докладов на нем предстояло сделать начальнику штаба резервной армии полковнику фон Штауфенбергу. Штауфенберг вместе со своим адъютантом фон Хефтеном приехал в Волчье логово примерно в половине 11 утра. Все было готово к последнему и главному удару по фюреру. Гитлер на совещание прибыл, бомба была в портфеле Штауфенберга, и все же у некоторых участников заговора оставались сомнения в том, что покушение удастся. Мой отец еще до покушения сказал кому-то из товарищей, не знаю точно, кто это был, но не Штауфенберг. Так подобные дела не делаются. Он был офицером генерального штаба и хотел, чтобы все было спланировано исключительно четко, а не на скорую руку. Доподлинно неизвестно, что имел в виду полковник Хансен, произнося эти слова. Возможно то, что в первой половине июля Штауфенберг дважды был в непосредственной близости от Гитлера с готовой бомбой, но ее не активировал. Штауфенберг был готов осуществить свой план и до 20 июля. Адская машина была с ним 11 числа, потом 15, но в тот день на совещании у Гитлера не присутствовали Гиммлер и Геринг, а заговорщики сначала хотели убить их всех вместе. Не было тайны и то, что в душе будущего исполнителя покушения происходила тяжелая внутренняя борьба. Это, конечно, были раздумья и сомнения, выбор между человеческой моралью и офицерским долгом. Штауфенберг был верующим человеком, хорошим католиком, и, как бы это сказать, он уговаривал себя совершить убийство. Не на войне, а вот именно таким способом. Это было не в его духе, не в его характере, не в его представлениях о том, что правильно и что нет с точки зрения христианина. Но он все-таки понял, что по-другому нельзя, и начал торопиться. Нет, я не думаю, что можно говорить о плохой подготовке покушения. Все заговорщики были военными людьми, которые прекрасно умели планировать и проводить операции не только на фронте. Более того, возможность покушения обсуждалась задолго до июля 44-го. Офицеры высокого ранга, особенно происходившие из старых, аристократических прусских родов, прекрасно знали друг друга, зачастую дружили с семьями. Числу таких офицеров принадлежал и мой отец. Он был хорошо знаком со многими участниками заговора 20 июля, в том числе, конечно, со Штауфенбергом. Во время покушения в Волчьем логове в дело вмешались факторы, которые нельзя сбрасывать со счетов. Во-первых, вмешалась погода. Было очень душно, и совещание в Волчьем логове в последний момент было перенесено из бункера в легкое строение с дверями и окнами, что, естественно, уменьшало поражающую мощь бомбы. Нет сомнений, что если бы взрыв произошел в бункере, погибли бы все, кто там находился. И Гитлер тоже. Во-вторых, Штауфенберг, у которого после тяжелого ранения, полученного им в Северной Африке, не было правой руки, а на левой осталось три пальца, успел активировать только одну из двух бомб. Его торопили войти в комнату для совещаний. Вот так этот эпизод показан в американском фильме «Операция Валькирия» с Томом Крузом в главной роли. Штауфенбергу не хватило какой-нибудь полминуты для того, чтобы подготовить вторую бомбу. Но, возможно, и этой одной бомбы было бы достаточно, если бы портфель со взрывчаткой остался стоять там, куда его поставил Штауфенберг, в непосредственной близости от Гитлера. Но когда Штауфенберг вышел, кто-то переставил портфель подальше, и во время взрыва Гитлера защитила массивная столешница. Но это вовсе не плохое планирование операции, а то, что многие историки называют дьявольским везением. Здесь, в небольшой коммуне Опенвайлер, 40 километрах от Штутгарта, живет Бертольд Морейшенк фон Штауфенберг, сын Клауса фон Штауфенберга. Несмотря на то, что он отставной генерал Бундесвера, и так же, как все его предки, граф, живет Штауфенберг-младший совсем не по-графски и не по-генеральски. В доме, совершенно типичном для здешних мест, каких на Фридхофстрассе полтора десятка. За две недели до покушения Штауфенберга на Гитлера Бертольду исполнилось 10 лет. Бертольд фон Штауфенберг сидит на стуле с потертой массивной спинкой, на котором когда-то сидел его отец. Позади у стены бюст Штауфенберга-старшего и несколько семейных фотографий 40-х годов прошлого века. Это же было во время каникул. Мы жили у бабушки в Швабском Альбе. Мама и мы дети. 20 июля был обычный летний день. И мне кажется, 20-го я еще ничего не знал. Обрывочные сообщения о покушении на фюрера я услышал только на следующий день. Но меня все время уводили от радио, и никто не отвечал на мои вопросы. А потом мать позвала нас с братом к себе в комнату и сказала, что отец был одним из тех, кто пытался убить Гитлера. Для меня это был шок. Нас воспитывали в духе любви к фюреру. Я не понимал, как наш папа, которого мы так любили, мог совершить это покушение. Но в то же время я не сомневался, что это сделал он. Я чувствовал, что меня не обманывают. А мама понимала, что отец все делает правильно. Не знаю, объяснял ли он ей свою позицию, но она его поддерживала. И вся семья поддерживала его и участвовала в этой борьбе. В тот момент, когда Бертольд узнал, что совершил его отец, полковника фон Штауфенберг уже не было в живых. 20 июля, как только прогремел взрыв, который, как оказалось позже, не убил Гитлера, Штауфенбергу удалось выбраться из волчьего логола. Он прибыл в Берлин, в штаб резервной армии, располагавшейся на Бендлерштрассе и вместе с другими участниками заговора приступил к проведению заключительной фазы операции «Валькирия», результатом которой должен был стать арест всех руководителей Третьего рейха, разоружение частей СС и переход власти в руки нового германского правительства. Но информация о том, что Гитлер жив, быстро дошла до Берлина. 20 июля мой дед был одним из тех, кто находился в Бендлер-блоке, в штабе резервной армии. Он выполнял функции своего рода связующего звена между военными заговорщиками, аристократией и социал-демократами. По свидетельствам очевидцев, он был очень спокоен, даже тогда, когда стало ясно, что покушение не удалось. Говорят, у него вообще были железные нервы. Он достал из портфеля документы, сжег их и, по сути, стал ждать ареста. А в тот же день, 20-го, у его жены, моей бабушки, был день рождения, и дед приезжал к ней за несколько дней до 35-летия. Накануне, 19-го, они расстались. Он на поезде уехал в Берлин, предварительно сказав ей, что настал момент действовать. И вот, 20-го, вечером, она отмечала день рождения, когда прозвучало первое сообщение о покушении на Гитлера. И о том, что заговор провалился. Конечно, бабушка должна была перед всеми гостями вести себя так, чтобы никто ничего не заметил в ее поведении. И никто ничего не заметил. Естественно, она знала, что ее муж там. В начале 9-го вечера верные фюреру офицеры арестовали фон Штауфенберга и его товарищей. При этом сам Штауфенберг был ранен в руку во время перестрелки в коридоре. А через некоторое время генерал Фром объявил, что Штауфенберг и еще три офицера должны быть расстреляны по приговору военного трибунала. Генерала Ольбрихта, полковника фон Штауфенберга, полковника Квернхайма, старшего лейтенанта фон Хефтена вывели из здания, провели буквально 20 метров вдоль стены штаба резервной армии и поставили в ряд вот здесь, во дворе, лицом к Бендлер-штрассе. Во двор въехали два грузовика с прожекторами, автоматчики выстроились в ряд, раздалась команда «Огонь». Конечно, телефонные разговоры отца прослушивали задолго, до июльских событий. За ним, как за руководителем органов военной разведки, следили. Он это прекрасно знал. Мы тогда с мамой жили в Михелау, у бабушки. И вот когда за несколько дней до покушения она позвонила ему и сообщила, что у него родилась дочь, моя младшая сестра, он сказал «Я еду». И если бы он только ответил, что приехать не может и должен остаться в Берлине, контрразведка сразу бы все поняла. И он приехал к нам. И вот поэтому его и не было в Берлине 20-го числа. Полковник Хансен был едва ли не единственным, кому предоставилась возможность избежать смерти за участие в заговоре. Но он ею не воспользовался. Утром 21-го, когда все стало ясно, шофер сказал отцу «Господин полковник, я могу сейчас же отвезти вас в Швейцарию. Вам нельзя ехать в Берлин». Но отец ответил «Нет, мое место там». В Берлине отца сразу арестовали. К машине подошли двое. И один из них сказал «Начальник имперского управления безопасности Кальтенбрунер просит вас на чашку чая». В кабинете ждал конвой. А через несколько недель участников заговора ждал суд. Гитлер решил, что слушания, снятые на кинопленку, станут назиданием будущим поколениям. Впрочем, слушаниями процесс над участниками заговора назвать было трудно. Председатель Народной судебной палаты Фрайслер так громко кричал во время заседаний, что не все обвиняемые понимали, о чем он ведет речь. И фондер Шуленбург тоже не понимал. Судья Фрайслер обращался к деду так «Подлец Шуленбург, негодяй Шуленбург». А потом, видимо, забывшись, один раз сказал «Граф Шуленбург». И тогда дед его саркастически поправил. Нет, не граф, а подлец и негодяй. В последнем слове он сказал «Я не жалею о том, что совершил. Надеюсь, кому-то повезет больше, чем нам». Ему, естественно, было совершенно ясно с самого момента ареста, что его повесят. Но он до последней минуты был тверд духом. В прощальном письме к жене уже за день или за два до смерти он написал «История нас рассудит». Но кроме самих заговорщиков, сразу после покушения на Гитлера были арестованы члены их семей. Некоторых отпустили через несколько дней. Кому-то пришлось ждать конца войны, чтобы обрести свободу и встретиться с родными. В том числе эта участь ожидала и детей участников заговора. 22-го нас всех арестовали. Нас, девочек вместе с мамой, в Михелау. Мать еще лежала после родов в больнице. Она была очень слабой, но ее все равно забрали и отвезли в тюрьму гестапо в Нюрнберге. А братьев нашли в Тюрингии. Они там жили у сестры отца. Гестаповцы пришли прямо в класс, где занимался брат, и увели его. Двух других братьев забрали из тетиного дома. И всех сразу отправили в городок Бадзакса. И нас, девочек, тоже. Меня и грудную сестру. 22-го или 23-го июля гестаповцы арестовали мою мать. Потом приехали за бабушкой и еще некоторыми родственниками. И почти сразу забрали нас. Когда нас привезли в Бадзаксу, там было совершенно пусто. Только несколько человек, обслуживающего персонала. Всех детей, поступавших в интернат, делили по возрастам и полу. И расселяли в разных помещениях. Нам запрещалось называть друг друга по именам. Нас заставляли забыть свои имена. И рано или поздно мы должны были быть убиты. Скорее всего, в Бухенвальде, который находился не так далеко от Бакзаксы. Я не помню, какое это было число, но почему-то помню, что это был понедельник. Рано утром всех нас должны были куда-то отправить. Потом уже стало известно, что в Бухенвальд. В 5.40 утра мы должны были быть на станции, чтобы сесть в поезд. Но на станции нам сообщили, что железная дорога разрушена при авианалете и поезда не ходят. Нас на военном грузовике отвезли обратно. И в гестапо приняли другое решение. Расселить нас по благонадежным семьям, которым нацисты доверяли. Многие из нас выглядели очень, так сказать, по-арийски. Светловолосые, голубоглазые. Убить нас в Бухенвальде не получилось. И решено было нас перевоспитать. Но и этим планам не суждено было сбыться. В конце 1944-го к Бадзаксе подошли американцы. И гестаповцам было уже не до нас. Конечно, шли бои и не один день. Но когда части вермахта были выбиты из Бадзаксы, на должность бургомистра назначили нового человека. И вот он тогда приехал в интернат и объявил, что мы свободны. Но как мы могли уехать? Без транспорта и сопровождающих. Нам пришлось остаться еще на некоторое время. И только в июне 1945-го сестра моей бабушки, которая работала в Красном Кресте, нашла нас и забрала домой. Вот тогда, через год после расставания, мы увидели маму. Она сразу после ареста была направлена в Берлин, в центральную полицейскую тюрьму на Александр-Плац. А потом переведена в концлагерь Равенсбрюк, где был специальный блок для тех, с кем, так сказать, работала гестапо. За этой стеной берлинская тюрьма Плотсензея. 70 лет назад Плотсензея стала символом не только немецкого сопротивления, но и противостояния нацизму вообще. За 12 лет, которые Гитлер провел у власти, здесь погибли более 1800 человек. Здесь казнили татарского поэта Мусу Джалиля и чешского журналиста Юлиуса Фучика. Здесь отсекли голову героя французского сопротивления, русской княгини Вере Аболенской. Здесь убили генерала Эрвина фон Витцлебина и дипломата Вернера фон Дершуленбурга. Антифашист Ханс Коппи и разведчик Георг Александр Хансен тоже погибли в этой тюрьме. Но не все участники немецкого сопротивления были казнены в Бендлерблоке и в Плотсензее. Одним из тех, кого они арестовали сразу после событий 20 июля, поскольку он не имел прямого отношения к покушению в волчьем логове, был подполковник Ханс Александр фон Фосс. Но он знал, что рано или поздно придут и за ним. Это фото сделано за день до смерти отца. Мы сидим с ним на скамейке в парке. Кажется, та осень была достаточно теплой. Отец вернулся с Восточного фронта и должен был получить новое назначение на должность начальника штаба одного из армейских корпусов во Франции. Мы тогда жили в Бранденбурге, и он приехал в краткосрочный отпуск. 7 ноября 1944 ему позвонили из Берлина и сказали «Фосс, имейте в виду, что ваше назначение на должность во Франции не состоится». И тогда, после этого короткого разговора, сейчас уже неизвестно, кто звонил, отец сказал маме «все раскрылось». На следующий день он пошел прогуляться к озеру, а на обратном пути выстрелил в себя. Умер он на руках моей матери. Он это сделал сознательно, чтобы не выдать под пытками имена своих товарищей, вовлеченных в антигитлеровскую деятельность. Я вам расскажу одну историю. Вы мне можете не поверить, но я помню своего отца. Прекрасно помню, хотя мне было всего два года, когда я видела его в последний раз. Причем я запомнила две совершенно конкретные ситуации, в которых присутствовал отец. Вот первое. Я у нашего дома и вижу, как по улице к калитке идет отец. Заходит в сад и направляется ко мне. Голова опущена. И я знала, что это не просто военный, это мой отец. А вторая картина такая. Мы сидим в столовой, там был такой гарнитур с глубокими удобными креслами и ждем, когда подадут обед или ужин. И я на коленях у отца, а он слушает радио. Это было, я уверена, 20 июля или 21-го, потому что он знал, что должно произойти 20-го. Однажды, уже после смерти отца, я проснулся ночью и увидел его стоящим в дверях. Я тогда попытался встать с кровати и заговорить с ним, но мне было запрещено разговаривать с призраками. Конечно, это были психосоматические последствия потери отца, а на двери просто висела его военная форма, принявшая одушевленный вид. Но эта картина, так же как и наша с ним последняя фотография, сопровождает меня всю жизнь. А еще всю жизнь Рюдигера фон Фоса, внука и сына прусских офицеров, сопровождает воспоминания о том, кем он был на протяжении долгих лет для некоторых своих ровесников. И не только для ровесников. Когда мне было 14, а это 53-й год, я оказался в интернате вместе с детьми многих видных деятелей национал-социализма, например, с сыном Рудольфа Гесса. И я там среди них был известен как сын предателя. Немногие из вдов-участников сопротивления рассказывали детям об их отцах. Потому что долгие десятилетия над семьями висел вот этот ярлык предателей. Я, например, узнал подробности о самоубийстве отца только через 40 лет после его смерти. Моя мать не рассказывала мне почти ничего. И мы, дети, не могли спрашивать у нее об этом, потому что любой подобный вопрос вызывал у нее страдания. Мы это знали. И это наша история обычная для семьи участников немецкого сопротивления. Мой старший брат, когда учился в университете, тоже услышал однажды от профессора, если бы не такие предатели, как ваш отец, мы бы победили в войне. А ведь еще и сейчас с наших отцов не сняли ярлык предателей некоторые люди, как тот мой интеллигентный пациент, которого я лечила несколько лет назад. И сейчас кое-кто говорит, что не было Холокоста, хотя есть фотографии, кинодокументы. Есть живые свидетели, стоят до сих пор в концлагеря. И, несмотря на это, есть люди, которые говорят, нет, ничего этого не было. Но это все было в Германии. Как были в Германии и люди, которые пытались всему этому противостоять. Главная проблема немецкого сопротивления заключалась в том, что этих людей было очень мало, в том числе и среди военных. Представьте, что к моменту покушения в Волчьем логове численность вермахта и вафн-СС колебалась от 8 до 9 миллионов человек, а тех, кто носил генеральские погоны, было больше тысячи. И из этой тысячи только 5-10 генералов готовы были в той или иной форме противостоять Гитлеру. Да, этих людей было немного, но при той политике, которую Гитлер проводил и внутри, и особенно за пределами Германии, при всех этих расовых чистках и уничтожении ни в чем не повинных людей, всегда появлялись бы те, кто стремился положить конец этому злу. Было много попыток его убить, а он каждый раз спасался. Говорили даже, что у него какое-то дьявольское чутье, но в конце концов и оно его не спасло. Сам факт того, что были люди, которые бились насмерть с нацистским режимом, смягчает моральную вину Германии за все, что она сделала плохого в истории 20 века. Наши отцы должны были показать всем, что есть и другая Германия без Гитлера, без нацизма. Я верю, что все равно нашлись бы люди, которые пытались бы, как и их предшественники, уничтожить Гитлера. Этого деспода, этого тирана, это зло. Теперь она по утрам никуда не спешит, и у нее есть время, чтобы писать книгу о своем отце, который не был предателем. Так для себя решила фрау Кихансен. И в этом история с ней согласна. Субтитры создавал DimaTorzok